Всем привет! Меня зовут Зива Дарья и сегодня я расскажу о моих главных помощниках, о моих кистях для тона, без которых не обходится ни один мой мейкап. Начну я с одной из своих пенсионерок. Это кисть от Гош, плоская, синтетическая. Я ее первоначально брала для рюмяшек, но она заявлена как кисть для базы, для фондейшн. Честно, мне не нравятся плоские кисти, мне не нравится, что они не пластичны в большинстве своем. Хотя одно время по первости я работала только на плоских кистях и презирала фибру, которую я скажу прямо сейчас, буквально через чуть-чуть секундочек. Гош 324. Покупала я ее, как помню сейчас, в рифгоше, но не оправдала, уже наверное год третий лежит у меня в бездействии. Я ее беру с собой в кейс только в том случае, если я знаю, что у меня огромное количество людей и я не хочу тратить время на чистку каждой кисточки. То есть это такая палочка-выручалочка на крайний случай. Но я знаю, что девочки, я видела, девочки активно пользуются подобными кистями, более плоскими. Кому как комфортно. Мне не очень комфортно ей наносить, потому что мне не нравится, как она наносит тон. Он комкуется немного и приходится больше усилий тратить для того, чтобы его размазать. Не буду показывать, как она работает, потому что я считаю, что не будем на нее тратить время. Но вот у меня есть такая кисточка. Позже в моем кейсе появилась дуофибра. Что такое дуофибра, я кажется, рассказывала, но проговорю сейчас. Дуофибра это два слоя ворса. Натуральный. Вот он натуральный. И синтетический. Бывает в разных интерпретациях, но это одна из первых кистей, которая у меня появилась. Сейчас покажу мою пенсионерочку от МакОт. Да, это моя первая дуофибра, которая не прошла испытания временем, к сожалению. И считается, что Маковская дуофибра самая крутая дуофибра, потому что она прямо идеальная. Это можно понять только попробовав. У меня две одинаковые кисти. Одна куплена была в России, вторая заказана напрямую из Штатов. Но которая из Штатов живет. Еще жива, цела. И есть дуофибра от Зоева. Визуально нет никакой разницы. Есть разница в цене и есть разница непосредственно в качестве нанесения тона. Почему так? Маковская дуофибра с более тонкой, более подвижной пластичной синтетикой. Когда наносится ей тон, получается суперлегкий, суперравномерно все это наносит и разгоняет. А Зоева это чистая синтетика. То есть, что нижний ворс, что верхний ворс, это синтетика. Как бы визуально, если нет разницы, зачем платить больше, срабатывает. Но на деле она хуже себя ведет. Вот этот темный ворс служит для того, чтобы брать на себя излишек и чтобы тончик наносился прям равномерно. Темный натуральный, он впитывает в себя. И вообще получается с ОГЭМ. А здесь синтетика и синтетика. Синтетика не впитывает. И получается разгоняет. Сейчас покажу. Показывать я буду на примере того, как перекрываются мои татуировки. По-моему, это самый красивый показатель того, как можно быть. Использую я для этого кавер фондейшн от ВОВ, который у меня в палитре. Я уже говорила как-то в своих первых видео об этой штуке. Дуофибра от Зоева 125. Я вот набрала на нее. Чуть-чуть разогнала для того, чтобы легче было. И вот. Такое легкое-легкое перекрытие. Не стоит бояться больших кистей, потому что чем больше кисти, чем длиннее у нее ворс, тем более тонкий, более легкий слой будет. Для натуральных нюдовых дневных макияжей большая кисть с хорошим большим размахом. Это прям перфект вариант. Идеальный вариант. Как себя ведет маковская кисть. Набирается уже совсем по-другому. Просто покажу еще раз. Здесь более точечно. Но она уже как бы не свежая, не так видно. А здесь прямо лучшее распределение идет. И она прям легче, быстрее. Ну, это все надо пробовать, понимать. На кадре не так видно разницы между Зоевой и Маком. Но даже вот смотрите, как идет распределение тона уже непосредственно по кисти. Здесь он распределяется равномерно по всему ворсу. А здесь немного комкуется. И следовательно, он будет наноситься пятнами. Вы больше будете тратить времени на то, чтобы его доразогнать. И ощущение на коже от него не очень. Потому что это более жесткая синтетика. И она более... Лучше пружинит. Но за счет этого может доставлять дискомфорт коже. То есть, например, если я хочу вбить тон, то мне придется нежнее его вбивать. А с маковской дуафиброй можно прям... Кстати, маковская дуафибра 187. Вот эти две, это 187. Мои фавориты. Ну, как можно понять, если у меня фактически три одинаковые кисти, значит, я люблю такой вариант кисти для легких равномерных макияжей. Еще прямо. Плюс ей также можно по-сухому наносить пудровые текстуры. Можно наносить легкую коррекцию, легкое скульптурирование, румяшки. Ну, то есть, многофункциональной кисти при желании. Одной такой кисти достаточно для того, чтобы сделать фактически весь макияж лица. Ну, без глаз. Ну, вот прям. Не отходим далеко от дуафибры. Еще один вариант дуафибры. Более маленькая, более плотная по своей. Набивки тоже MAC. 130-я. Зоева 122-я. И вот такая кисть от Real Techniques. Появлялись они у меня в порядке MAC, Real Techniques, Зоева. MAC. Ну, я уже только что говорила о том, что я люблю дафибры от MAC, потому что это более тонкая, более прям сенситивно приятная ворсовая часть вся. Прям нравится. Очень приятно лежит на коже. Ведет себя даже без снятия излишков очень хорошо. Разгоняется круговыми движениями идеально. Как круговыми, так и тэппингом хорошо набивается. Тон. Прям. И она ведет уже себя как кисть для более плотного тона. Потому что чем короче ворс, тем плотнее все это дело набивается. Потому что он более короткий, более плотный. И размах ворса уже не такой. То есть он работает зонально. Кисть отлично также подходит для всех кремовых текстур, для скульптурирования. Пудра уже не особо поработающая, если мы хотим нанести пудру в таком случае. Но вот прям мак оставляет лидирующие позиции в моем кейсе. Ничего с собой сделать не могу. Касательно дуофибра. Зоева 122. Более жидкая по набивке. Она такая, более лебезная, скажем так. Ворс, опять же, за счет того, что уже не то качество синтетики, более жесткий. И в то же время размах больше. Потому что набивка у нее послабее. И следовательно, ворс не так плотно гуляет. Хотя я знаю, что это вот мне повезло с маковской кистью. У меня девочки жаловались, что маковская 130-ая не у всех так плотно хорошо набита, как у меня. То есть, в зависимости, судя по всему, от партии, где покупалась. Потому что я свою покупала тоже, по-моему, что-то. Вот. А Зоева 122, она более жидкая, более такая вот расхляпистая, скажем так, кисть. И мне она не очень нравится, потому что она вся, в принципе, чуть-чуть гуляющая. Комфортно. И то же самое, когда мы работаем, она оставляет следы немного. И ощущение на коже такое. Состренч. Но мне не очень нравится, потому что жестковато. То есть, вроде расхляпистая, но жесткая. Ну, она у нее есть. Real Techniques Steeping Brush. Это отдельная кисть, которая продается вне набора, а как штучная штука. Тоже чистая синтетика. Очень по текстуре похожа на Зоеву. И я ее не постоянно пользую, потому что мне не нравится, как она набирает тонны. И приходится, опять же, тоже тратить время на то, чтобы растушевать. Сейчас сотру. Освобожу. Цветочек. Набирает она, в принципе, визуально, как и остальные кисти. Но, работая с лицом этой кистью, мне не очень нравится эффект, который она дает. Тонну уложиться не идеально. То есть, приходится тратить больше времени на то, чтобы проработать. Зонально все это дело. Но плотность тонна, как бы, очевидно, дает. Она более плотная, чем первый вариант. Тоже в кейсе есть. Пользую не постоянно, потому что сейчас перейду к моим любимым. Непосредственно к тем кистям, которые я ввожу с собой на каждую съемку. Которые со мной постоянно. Это моя любимая 159. Тоже 2 фибра, тоже мак. О которой я уже говорила неоднократно, по-моему, в каждом своем видео. Потому что любой мой макияж начинается непосредственно с нее. Я пользуюсь ей сама. Я пользую ее для клиентов, скажем так. Прям моя любовь. Это, по мне, это гибрид. Двух кистей мак. Маленький, компактный, но с длинным ворсом. Плюс она плосковата. За счет этого получается лучше проработать, как, например, если я хочу делать кремовое скульптурирование. Я повернула ее боком и проработала линиями. Все это дело я разогнала. И в то же время ведет себя, ну, прям, без нареканий. Вот это вот лично мое. Ей отлично работать. Также я наношу, и бывает, и румяшки. Все кремовые текстуры. И часть сухих я делаю это кисти. Для меня это просто незаменимая кисть. И если я выхожу к клиенту без этой кисти, я чувствую себя некомфортно. Хочу еще купить несколько таких штук. Эту я покупала в аэропорту в Италии два года назад. И не жалею, она у меня как новая. Прям любовь моя. Тут уже на протяжении двух лет. Это моя фаворитка. Ее люблю, обожаю. Ведет себя очень хорошо. Равномерность слоя такая же, как и 130 маковской. Но комфортнее работать за счет того, что более длинный ворс. Я вообще люблю кисти. Либо суперплотные, о которых я буду говорить прямо сейчас, чуть позже. Либо вот с длинным ворсом. Пластичные, гибкие для создания более легких, приятных текстур. Любовь бессменная. Переходим непосредственно к более плотным кистям, которые есть в моем кейсе. Например, 104 Зоева. Старушка-инвалид. Да, тоже поломалась. В чем фишка такой кисти? Называется она бафер. Я ее использую для суперплотного тона. Сейчас покажу наглядно. Для суперплотного тона, либо же для вечернего тона. Она хорошо идет для скульптурки, хорошо разгоняет. Вот я о чем. Она отлично перекрывает. Прям так. Равномерно. Местами ведет себя как бьюти-блендер. Потому что такой кисти легче всего работать постукивающей техникой. Очень прям хорошо перекрывает, ведет себя хорошо. Единственный косяк такой кисти, вообще всех плотных, плотно набитых кистей в том, что их тяжело вымывать. Либо остается тон, либо внутри остается мильный раствор, которым мы чистили кисть. Не есть хорошо в работе с клиентом. То есть, если для себя вы не домываете кисть, ну, плохо, но не печально. А когда вы работаете с клиентом, вам нужна полная дезинфекция. Все кисти должны быть идеально вычищены. Продезинфицированы для того, чтобы, не дай бог, никакой инфекции. А здесь всегда есть тот момент, что не домываешь. Бывает так, что вот ты ее выжимаешь, а внутри еще остается пенка. Вот это у меня парит в этой кисти. Не очень интересный момент. Приходится ее дольше сушить, дольше даже чистить, мыть. Но в целом мне нравится тот равномерный плотный тон, который она дает. И как-то вот ощущение уверенности от этой кисти есть. Вот я не знаю. И если я, например, хочу сделать добивные румяшки, то в первую очередь я схвачусь за эту кисть, а потом проработаю это какой-то другой кистью. Как бы я ее не хаяла за то, что я плохо мыть, я ее люблю. Вот. Ну, люблю ее. Два варианта плоских кистей, которые я также люблю. Это Real Techniques. Одна кисть из набора. Вторая кисть индивидуальная. Тоже плотная. Тоже отлично работают, как набивные кисти. Вот эта кисть была очень долгое время моим фаворитом. К сожалению, вот она мне сейчас не подписана. Подписано внизу будет, что это за кисть. Она очень долгое время была моим фаворитом, потому что она более закругленная. Ей кайфово работать. Ей хорошо делать премовое скульптурирование. Прямо отлично. Тоже дает плотный, ровный тон. Сейчас покажу. Вот она прям. Ей можно работать как постукивающей техникой, так и непосредственно разгоняя. Круговыми более движениями. Не такой плотный тон, как дает Зоева, но очень даже плотненько, равномерненько. Для фото она идеальная. То есть, если нам нужен равномерный плотный цвет, либо для вечернего макияжа, где мы знаем, что свет будет жесткий, и это надо прямо сделать. Perfect. Что-то я сегодня раскидалась англоязычными терминами, не заметь. Также я ее распробовала не сразу, но заняла почетное место на М-кейсе. Смысл тот же. Просто она более длинный ворс, более легкое нанесение, но вот прям очень похожие кисти. То есть, если вы не хотите покупать набор, в котором есть эта кисть, вы можете взять одну такую кисть, и ничего не потеряете. Ну, то есть, у меня, в принципе, очень похоже по своим качествам. Единственное, здесь, да, более легкие, более приятные нанесения. Также кисть Real Technics тоже из набора. Как понять, что кисть из набора или нет? По ручкам. Если ручка расширяющаяся книзу, значит, кисть индивидуальная. Если ручка более плоская, значит, кисть из набора. Это касательно Real Technics. Поэтому я не путаюсь, где мне что. Мягкое, легкое нанесение. Очень хорошо работает для румяшек. Я вообще, я думаю, вы уже заметили, эти кисти использую многофункционально. То есть, у меня нет привязки к тому, что эта кисть только для румяна. И только для румяна я ее пишу. Нет. Если я могу сделать этой кистью максимум, я постараюсь взять от кисти максимум. Такой маленькой на вид кистью я могу нанести как тон, так и румяной, и проработать некоторые места в сухой текстуре пудрой. Почему нет? Чем мне не нравится эта кисть, когда мы ее используем для тона? Она набирает на себя немного. Получается, что она перекрывает хорошо, не спорю. Но вот она как-то вот комкуется в сторону. Я не знаю. Она не держит форму. То есть, у нее момент, вот видите, какой-то амортизации, что ли, у нее нет. Вот она не возвращается на место. Вот это минус. Потому что мне нравятся кисти, которые ровно раз и вернулся ворс на место, и, следовательно, я буду каждый раз начинать с того же места. Вот как себя ведет мак. Он раз и вернулся на место. Он не теряет форму. Не теряет. А здесь вот дым. И потерял. И пока вот. Как-то неприкольно. И получается, что неравномерно наносится тон, и она такая... Я в этом образе постоянно. Мне так хорошо. Следующая кисть в моем кейсе, это Зоева 110. Малышка. Плотная. Ну, как видите, тоже форму она теряет. Именно поэтому я не постоянно ей пользуюсь. Мне она нравится для проработки Т-зоны. То есть, точечной набивки консилера. И вообще, проработки Т-зона, она очень себя хорошо ведет, потому что вот прям вот точечную. Вот, тетя, 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 и все перекрыло. За счет того, что она маленькая, плотненькая, о чем я говорила ранее, отлично набивает. Вот. Для точечных работ она прям... То, что надо. Если вам нравится активная проработка Т-зона, то это вот прям в ваших кисти. Вот прям, если надо, чтобы он плотный, то он здесь, в под Т-зоне. То есть, вот. Если вы любите кремовую коллекцию активную, то вот в ваших кисти. Для, опять же, для кремовой коллекции. Все. Для кремовой коррекции и скульптурирования лица скиш... Скишенная. Слушай, я же была. Для кремовой коррекции и скульптурирования лица скошенная кисть от Зоева. 103. Плотная. Отлично набивается. Для удаления тона с татуировки я использую Невия, средство для удаления макияжа за глаз, двойной фиг. Почему нет? Это первая поспавшаяся смывка, которая у меня стояла на рабочке стали. Хорошо стирать, я вам хочу сказать. Кисть. И прям. Ну, кисть жестковата. То есть, я ей пользуюсь крайне редко. Потому что, в принципе, при работе с клиентом я не делаю жесткую скульптуру. Мне проще сделать легкую кремовую, одной моей любимой кисти, о которой я говорила. нежели чем брать с собой много кистей и работать тут одно, и тут другое, и тут другое. Все крайне многофункционально. Если я могу сделать все одной кистью, я делаю все одной кистью. Но в моем кистье есть такая кисть, и почему бы нет? Порой мне хочется, у меня бывают периоды, когда я такая смотрю на свою кисть, и так сегодня тебя возьму, тебя возьму, тебя возьму, тебя не возьму. Сиди, отдыхай. Ну, вот есть такой момент. Все крайне интуитивно. Ну, это классно, когда у тебя огромный выбор кистей, ты такая... Чтобы сегодня выбрать. Или там, что сегодня чисто. Если не хотим устраивать данную модель. Две оставшиеся кисти. Мак. Мой инвалидик. Овал 6. Паразит сломался. Я уже выкладывала в Instagram свои разочарования по маку. По кистям, что ломаются. И... Essential Foundation Brush от Real Techniques. Тоже кисточка из набора. Плоская. Жесткая. И колючая. Слишком... Вот для меня слишком острое основание для того, чтобы делать ей тон. Мне некомфортно ей работать. Она у меня вообще, по-моему... Ну, за счет того, что на ней сохранилась надпись, очевидно, что я... Крайне редко использую эту кисть. Фактически, я не пользуюсь. Потому что... Мне не нравится тот эффект, который она дает. Может быть, ее было бы классно использовать для нанесения тона, для того, чтобы потом набить его бьюти-блендером. Но... Я крайне редко работаю бьюти-блендером, поэтому я не использую эту кисть. Я не нашла ее полноценного применения. Бывает, я беру ее на креативы, дабы там что-то... Но... Она была в наборе. Она шла в комплекте, я думаю, какой-то из других кистей, которые у меня есть. И... Я и не работаю. Касательно Oval 6 от MAC. Бомбическая набивка подушечки. Сейчас эти... Сейчас кисти такого формата популярны. Я думаю, что вы видели неоднократно у различных блогеров. Они есть в разных форматах уже. Даже в подружке я на днях видела один в один такую кисть. Но... Какая-то другая компания. Даже сфотографировала. Бомбическая набивка. Прям... Это синтетика. Но я даже не с первого раза поняла, что это синтетика. Когда они появились в MAC, я сразу купила все три кисти, которые были. Пищала в щенячьем восторге от этой кисти, потому что она дает плотный тон. Ей идеально прорабатывать щечки. Наносится прям... Ну... Работать с ней кайф. Но... Но... За счет того, что это очень плотная кисть, ее тяжело до конца промыть. И, следовательно, работая с клиентом, я рискую. И я перевела эту кисть в формат для себя. То есть, моя личная кисть. Но... Ручка не выдержала напору. Я была слишком активна с ней. И... Я видела заграничных блогеров такую же тему с этой кистью. Я не знаю, как другие. Ну, вот скорбь и печалюшка. Прямо печалюшка. Все хочу купить пистолет с горячим клеем и забахать все это дело. Но руки не дошли. Вот она у меня лежит. Колбасится моя инвалидушка. Это были мои основные кисти для тона. Но... Порой... Порой я использую другие кисти для тона. Например, вот сейчас мой лук сделан вот такой кистью от Realt Techniques. Multitask Brush. Я ее вообще использую для пудры, для ремян, для сухих текстур, для создания... Для завершения образа, скажем так. Но сегодня, так как я готовилась к видео, я помыла все свои кисточки для тона. И дабы не залазить в одну из них, хотя все уже перепачканы. Я взяла кисть, которую я обычно использую для пудры. И нанесла ей тон, нанесла пудру, нанесла румяна. И она действительно оправдала свое название. Multitask Brush. Почему нет? То есть, если у вас есть синтетическая кисть, вы можете ей сделать все кремовое, а потом вытереть ее на сухую и сделать все сухое. Я уже рассказывала неоднократно, что с натуральной кистью такой фокус не пройдет. Ее придется помыть и высушить. А с синтетикой это работает. И почему нет? Касательно того, как выбрать кисти непосредственно вам, здесь, опять же, как я люблю повторять, все крайне индивидуально. Если вам комфортно и по ценовой политике, и по внутренним ощущениям покупать более дорогой продукт, такой как Мак, то я бы рекомендовала купить вот такую кисть и набор, либо набор, либо одиночные кисти от Real Technics такого формата. Почему? Real Technics это достаточно дешевый продукт, и он уже есть в доступе в России. Ссылки, где купить, будут под видео, не переживайте. То есть Real Technics, он более доступный, более уже популярный продукт, так же, как и Мак. Но у Мака ценовая политика все-таки своя, и она довольно кусачая. Но почему нет? Это качественная кисть, которая вот у меня на 2 года. С ней ничего не случилось. Пользую я ее постоянно. Данную кисть, как я уже говорила, я купила в Италии. И если у вас есть возможность, покупайте кисти Мак, да и не только Мак. Если у вас есть возможность купить за рубежом, покупайте за рубежом. Потому что я заметила разницу. Как я вам уже показывала кисть от Мак свою, купленную в России. И купленная в Италии 2 года. Разница есть. Поэтому лучше брать подальше от России, скажем. На официальных сайтах. Касательно кистей Зоева, для Тона, ну, неплохие. Очень неплохие, как вы уже поняли, я особо в восторге прям не высказала за сегодняшнее видео. Но! Зоева, да, Зоева поставляют в Россию. Но у нее очень дорогая доставка. И, следовательно, нужно с кем-то скооперироваться, чтобы приятно получилось. А то кисти не дорогие, а доставка очень дорогая. И так... То на то выходит как-то не очень интересно. Поэтому, насчет Зоевой, я бы рекомендовала Реалтехникс. Вот. Реалтехникс, либо Мак. Либо любые другие кисти, которые вам доступны. Но вот у меня в кейсе Зоева, Мак и Реалтехникс. И я не жалею. Мне они очень нравятся. Хотя сейчас очень много различных кистей. Куча всего. Но вот я люблю Мак. Вот ничего с собой не могу сделать. У Зоевой мне нравятся натуральные кисти. Но о них отдельно. Я сейчас даже не буду их затрагивать. Мы сейчас говорим только о кистях для Тона. То есть, моя рекомендация. Если вы хотите качественный, хороший продукт, лучше потратить на кисти. Если же вы хотите просто потестировать, попробовать, то попробуйте Реалтехникс. Если вы не пробовали, не слышали. Мне они очень нравятся. Это не последнее видео, посвященное кистям. В следующих частях мы рассмотрим кисти для пудры, для румян. Кисти для тушевки, для теней. В принципе, все в целом. И куча других кистей, которые есть у меня в кейсе. Которые будут попадаться мне на моем рабочем пути в дальнейшем. Также будут затронуты бьюти-блендеры и все остальное. По максимуму буду стараться открыть для вас свой кейс и отдельно показать его потом. А за сим я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok